Чё как, народ? Добро пожаловать на новый выпуск «Часть проблемы». Как же я взволнован тем, что наконец его заполучил. Мой белый кит, которого я наконец заманил на своё шоу. Дамы и господа, он не нуждается в представлении. Человек-миф, легенда, Такер Карлсон. Как поживаете, сэр? Дэйв, о чём ты вообще? Мы ведь постоянно переписываемся, но ты до вчерашнего дня не приглашал меня, и я такой, конечно. Я постепенно собирался с духом, чтобы позвать тебя на моё шоу. Ты ведь постоянно писал мне, насколько я хорош, и нахваливал меня. И я не хотел в ответ сразу же, типа такой, «Эй, как насчёт небольшого одолжения?» Ты шутишь? Для меня это было честью, я с радостью. Что ж, спасибо, что пришёл. Я думал об этом ещё со вчерашнего дня. И этим утром у меня был этот странный момент. Я был у себя в офисе и взглянул на мою книжную полку. И там эта книга, которая мне так нравится. Уверен, что ты её читал. Книга «Самоубийство сверхдержавы» от Патта Бьюконнена. Мне нравятся все книги Патта, но это самое классное. И я совсем забыл о том, что под заголовок книги был. Ты не помнишь? Дотянет ли Америка до 2025-го? Это конец. И я такой, слушай, он ведь и правда говорил об этом. И я, находясь в конце 23-го, такой, 50 на 50. 50 на 50, что мы тут делали. Да, если бы... Ты же знаешь, нет пророка в своём Отечестве. Нет более худшего преступления, чем быть правым по поводу будущего. Ну, ты же знаешь этих людей, которые вечно предсказывают верхи по доу или золото по 300. У них всё хорошо, никто уже и не помнит. Как Джимми Креймер годами рекомендовал плохие акции. Ничего страшного. Но если человек заранее, за два десятилетия предсказал глобальную картину, то его убирают с глаз долой, и больше вы о нём не услышите. Так всё и происходит. И если вы не читали книгу, он не просто предсказывает закат Америки. Он конкретно указывает на то, что мы банкротим сами себя, уничтожаем свою валюту, наши границы открыты, Настя, что переформатирует нашу нацию, и что мы воюем по всему миру, хотя нам это совершенно не нужно. Так что он не просто говорит о коллапсе. Он поимённо называет его причиной. Да, это всё абсолютная правда. Он это всё говорил, и я хорошо знаком с Патом. Я долгое время с ним проработал. И, ну знаешь, его всегда называли хейтером. Вот он ненавидит и тех, и этих. Но, кстати, я никогда за ним такого не замечал, а я очень хорошо чую, ну, сублимированную, подавленную ненависть. Он был жизнерадостным человеком, и он приводил доводы, которые невозможно было опровергнуть. Вот почему они избавились от него. Он как-то говорил, и я помню, что его всегда называли антисемитом. Я сам еврей, и я как-то спросил, а мне нравились его книги, и я такой, а где тут антисемитизм? Я ничего такого в них не нашёл, ведь обычно, когда люди ненавидят евреев, то они с удовольствием о своей ненависти к евреям говорят. Они не то что, они прямо об этом говорят. Ты такой, как погода? И они в ответ, евреи контролируют погоду. И ты такой, окей. Это они и вызвали дождь. Да, я как-то не по этой теме, но ладно. И они сказали, что доказательством является то, что однажды во время начала, во время первой войны в Ираке, в Персидском заливе в 90-е, он сказал, что никто так не хотел войны в Ираке, как производитель оружия и израильское лобби. И они такие, видишь, он антисемит. И я такой, но это же просто объективная реальность. Эти люди ведь лоббировали. Как это связано с антисемитизмом? Что ж. И он, кстати, да, да, конечно. И, кстати, через 30 лет это уже всё очевидно. И да, можно спорить о том, был он прав или нет. Я лично считаю, что всегда есть две стороны в споре. Но сама идея далека от антисемитизма. Моё мнение, почему он был изгнан из Вашингтона, ведь он даже не мог продолжать там работать, это то, что он критиковал Уинстона Черчилля. Это даже меня сбило с толку. И да, Черчилль сложная фигура. Я лично считаю, что в Черчилле есть чем восхищаться. Но нельзя сказать, что он помог своей стране. Я пару недель назад был в Лондоне, и я бы не сказал, что то, что они сделали, можно назвать победой в войне. Он уничтожил страну. Да, я не англичанин, и это не моя страна. Но об этом нельзя не упомянуть. И по какой-то причине это оказалось красной чертой. Тебе нельзя критиковать Уинстона Черчилля, он ведь даже не американец. Что? Ты можешь сколько угодно поливать Томаса Джефферсона, всё нормально, но если ты критикуешь Уинстона Черчилля, то ты сразу становишься нацистом или кем-то меча. И, может, Патт не любил его из-за того, что сам Патт был ирландским националистом, или по какой ещё причине, но сама эта тема является легитимной и исторической, но нельзя. И я бы даже пошёл дальше. По-моему, людей в какой-то степени выдрессировали. Считать, что любая необщепринятая позиция по поводу Второй мировой войны означает, что ты чуть ли не отрицаешь, что был Холокост. И, кстати, если прочесть книгу Пата Бьюканена «Черчилль, Гитлер и ненужная война», то главный тезис книги в том, что Холокост произошёл во время войны. И если бы мы могли избежать войны, то, может, и Холокоста бы не было. Так что, если ты не веришь в Холокост, то ты не поймёшь тезиса. Получается какая-то бессмыслица. И, кстати, сейчас то же самое и с Израилем. Любая критика израильского правительства, и люди сразу начинают думать, что ты ненавидишь евреев. Но когда говоришь о Второй мировой войне, то говоришь о самом худшем, что случилось в мировой истории. Самое масштабное убийство в истории. Погибли десятки и десятки миллионов людей. И сама идея, что мы не можем говорить об этом и спрашивать, а не было ли способа всего этого избежать? Стоил ли Данцик всех этих смертей? Это всё какое-то безумие. Есть три вещи по поводу войны, которые, я считаю, я ведь всегда придерживался общепринятых взглядов, я едва ли радикал, или истина свободно мыслящий, но, по-моему, на три вопроса никто так и не ответил. Первый. Итак, Черчилль втянул свою, а потом и нашу страну в войну в Европе, чтобы защитить Польшу. Хорошо, он посчитал это нужным. Но он потом отдал Польшу Сталину. То есть, мы идём на войну, мы уничтожим нашу страну, мы собираемся на войну, где погибнут десятки миллионов. Так как территориальная целостность и суверенитет Польши настолько важны, а потом ты просто так отдаёшь её Иосифу Сталину. Кто-нибудь может мне это объяснить? Второе. Очевидно, что про Пёрл-Харбор было известно заранее. Это абсолютно общеизвестно. Сенат, вообще-то, провёл расследование во время войны. И вроде как выяснил, что мы вообще-то знали заранее, но об этом забыли, так как шла война. Что это вообще было? Почему об этом молчат? И третье, чего я так и не понял. Это то, что война закончила американскую культуру, западную культуру. С 45-го года мы так и не создали ничего глубокого в искусстве. Всё, что мы создали в архитектуре, изобразительном искусстве, музыке... Музыка — это немного другое, по-моему, мы создали какую-то новую музыку. Но насчёт изобразительного искусства и архитектуры, с 45-го всё какая-то херня. Именно с 45-го, как будто в западной культуре что-то изменилось на очень глубинном уровне. И что это вообще такое? Я думал, что мы победили. Почему исчез наш креативный импульс, но он исчез? И почему никто об этом не говорит? Я... я не понимаю. По-моему, у Адама была такая фраза... Я не скажу её точно, но там что-то вроде «Если мы пройдёмся по миру в поисках войн, то мы станем повелителями мира, но потеряем наши души». Именно. И что-то наподобие этого и происходит прямо сейчас. Типа, вот вам условия сделки. Империя в обмен на душу. Вот такая сделка. И как раз после Второй мировой войны началась вся эта движуха по нацбезопасности, появлению ЦРУ и всех этих... Да, конечно, это повлияло на нас на уровне души. Ты ведь не должен прибегать к насилию, кроме крайних случаев, касающихся твоей самозащиты, и то же самое у тебя дома. Если твоя жена тебя бесит, то ты не должен бить её по лицу. Это бред и преступление. Так что сама идея, что мы не будем обращать внимание на потери среди мирных или даже военных, так как такова цена вопроса, отвратительна. И мне плевать. Слушай, я ненавидел Осаму Бен Ладена, он убил 3000 моих соотечественников, некоторых из них я знал лично. Но когда он был убит, то я, конечно, рад, что угрозы больше нет, но я не буду радоваться тому, что кого-то пристрелили. Мне плевать. И не потому, что он не заслуживал смерти, он заслуживал смерти. Но потому, что радоваться смерти других людей это плохо для меня. А когда у вас вся страна такая, «Ура, да, сожгите весь город до тла, идеально!» Нет, нет, нет. Ты не должен радоваться насилию, либо сам станешь монстром. Вот так просто. И каждый... И, кстати, об этом говорится в Старом Завете. Все такие, «Ну, Старый Завет полон насилия». Правда? Давид, который совершил столько насилия, постоянно говорил, что насилие — это плохо. Люди, совершающие насилие, знают, что это нехорошо. Поговори с кем-нибудь, кто убил человека на войне. Они всегда против насилия. И когда мы, как нация, как культура, радуемся ему? По мне, так мы утратили что-то важное. Сто процентов. И в этой идее есть кое-что, что именно консерваторам стоило бы понять. Именно поэтому я считаю тебя такой важной фигурой. Ведь были же все эти, вроде Рона Пола и Пата Бьюконона, которые вроде говорили правильные вещи, но все же проиграли в противостоянии с неаконами. Может, как раз из-за того, что неаконы больше любят власть. Но есть что-то во взаимоотношении нашей культуры и войны. Вот, например, консерваторы, которые так заботятся об американской, об истории американской культуры. Когда началось все это падение культуры? Во время Вьетнама, нет? Именно тогда началось все это контракультурное движение. И именно поэтому ему с такой легкостью удалось распространиться, когда вы все радуетесь массовому убийству людей. Так что, кто вы такие, чтобы говорить теперь о морали? И посмотри даже на последние 20 лет. Почему даже с точки зрения культуры, забудем пока про институты, но даже с точки зрения культуры, левые побеждают повсюду? Ну, я даже не знаю, может, потому что 20 лет назад христиане-евангелисты в нашей стране были полностью за убийство миллионов иракцев? Для... Непонятно чего. Полностью, полностью с тобой согласен. Так что у них больше нет моральной позиции говорить, эй, это гендерная фигня, полный идиотизм. Вы кто вообще? Или что аборт и зло. Я абсолютно согласен. Но это все наследие предыдущего периода. И я как-то... Мои дети любят читать, и я как-то сказал им, найдите мне 10 на самом деле великих послевоенных произведений, пусть не на уровне Анны Карениной, но хотя бы 70% от Анны Карениной в самой могущественной стране в истории мира, в нашей стране. После 45-го найдите 10 штук. Как насчет хотя бы двух? Их нет! Найдите 10 великих послевоенных зданий. В нас что-то умерло. Наш креативный импульс, наша жизненная сила, ведь это она. Креативность — это жизнь. Что-то умерло, когда мы начали массово радоваться насилию. В смысле... Ладно. Да, да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин